А сейчас, друзья, началась та стадия биологической войны, когда глобалисты не заморачиваются какими-то объяснениями. И народ, как бы он не понимал, что что-то здесь не то происходит, однако же народ подчиняется воле, потому что эта воля распространяется через социальные сферы давления на человека, через силовые сферы, и все это происходит совершенно спокойно. Здесь нет никакой войны, здесь нет никакой бомбежки, здесь нет страха вроде бы, все спокойно, мирно. В связи с официальным заявлением представителя МИД КНР Джао Линзянь о том, что американские военные занесли коронавирус в Ухань, просим президента Украины Владимира Зеленского создать комиссию для расследования деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины. Люди имеют право знать правду, говорится в петиции. На Украине, друзья, находится 15 секретных американских биологических лабораторий. Сегодня они американские, а вчера они были советские. То есть это то наследие, которое ставил Советский Союз. Ведь эти лаборатории и тогда чем-то занимались, во времена Советского Союза. А после распада Советского Союза эти лаборатории передали в руки Соединенных Штатов. Украина сама не могла совладать с этим оружием и ей дали управляющих. Такие же управляющие находятся и в России. А сегодня получается, что Пентагон как раз раскрыл свой зонтик над биологическими лабораториями, которые находятся на всем постсоветском пространстве. В Грузии. Грузия первая из стран бывшего СССР подписала договор с Америкой о сотрудничестве в сфере технологий и патогенов. Это был 2002 год. Так вот, договор о сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере. Это было начало деятельности американцев в наших постсоветских республиках. И это также начало разработки новых вирусов, новых биологических мутаций гена человека. Об этом никогда не напишут. Вам напишут о здоровье человека. Вам напишут о том, что это необходимо для человека. И вот в 2004 году Тбилиси посетил сенатор Ричард Лугар, который договорился о создании Центра общественного здоровья, то есть биолаборатории. Под Тбилиси в поселке Алексеевка рядом с международным аэропортом. Просто сделали филиал от одной лаборатории. Сделали филиал, потому что он находится рядом с аэропортом. Чтобы легко можно было доставлять биоматериал или вирусы и также отправлять в другие страны. Удивительный выбор места строительства биологически опасного объекта рядом с аэропортом. Но ничего странного, если знать, что продукт лаборатории планировалось экспортировать через воздушную гавань. В 2006 году, после очередного скандала, парламент Грузии засекретил деятельность Центра Лугара. Он был введен в эксплуатацию в 2011 году при заявлениях Лугара о потраченных всего 30 миллионах долларов американских налогоплательщиков. Но позднее всплывают данные о 250-300 миллионах долларов. То есть, когда вам, друзья, называют цифру, даже наше ведомство называют, вот допустим, как здесь, 30 миллионов американских долларов. На самом деле, прибавляйте 0, 300 миллионов. Это Пентагон вложил в Центр Лугара и всю сеть грузинских биологических лабораторий, включающие объекты в Тбилиси, Кутаиси, Кабулетти и другие биостанции, коих много на территории Грузии. После смены власти в Грузии в 2013 году Центр Лугара формально был закрыт. Но де-факто до 2015 года Пентагон оставался хозяином грузинской биологической сети, а спонсором биологических исследований и мониторингов является до сего дня военное ведомство США, которое никоим образом не утратило контроль за созданными на американские деньги, как считается, объектами в Грузии. А по факту это все-таки советские лаборатории, но которые потом достались Соединенным Штатам. Первым, кто обнародовал информацию об угрозах проекта Лугара в Грузии, был советник бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, американский журналист Джеффри Сильверман. В лаборатории Лугара, расположенной в окрестностях Тбилиси, производят опасные для здоровья вещества и испытывают их на местном населении. Уверен, что в Грузии над животными и людьми проводятся опасные эксперименты. Это говорит Джеффри Сильверман, американский журналист. Он друг Саакашвили, еще раз подчеркиваю, поэтому он знал точно. Под данным Сильвермана в 2013 году был случай инфицирования персонала Алексеевской лаборатории. Тогда людей лечили тайно, чтобы информация об инциденте не просочилась в СМИ. О таком же случае рассказали и жители Алексеевки. В 2012 году заболели четверо филиппинцев, работавших в лаборатории. Двое из них скончались. В России обвиняли грузинскую сеть лабораторий в занесении на российскую территорию африканской чумы свиней. И в Абхазии вдруг обнаружили смертоносных южноамериканских комаров, переносчиков вируса ЗИКа, которые ранее в северном полушарии не появлялись. Вы знаете, что и в подмосковных лесах тоже были обнаружены такие же комары. Мне кажется, на территории России в нескольких местах сразу вспыхнули эти очаги. Появление комаров. Ну а в этом году Роснадзор сообщил о том, что будет атака тараканов. Таракани бега начнутся по Москве. Посмотрите мой ролик на эту тему, где как раз я говорю на тему тараканов. А здесь были комары. То есть через насекомых начинают передавать биологические вирусы населению. На территории Азербайджана Пентагон за 8 лет развил сеть, официально нацеленную на исследование патогенов и биомониторинг. А неофициально. Это государственная тайна военного ведомства. Цели создаваемого американскими военными исследовательского биокомплекса за пределами США не объяснить заботой о сохранности патогенов. Для этого было бы достаточно пары хранилищ. Создание биологических сетей применялось Пентагоном не только в Азербайджане, но и в некоторых других бывших советских республиках. Одновременно с центральными лабораториями создаются и полевые станции биологического мониторинга. Благодаря Баку США собрали у себя целую коллекцию советских разработок в области биологического оружия и биологической коллекции патогенов. То есть США собрали то, что осталось от Советского Союза. В 2005 году Азербайджан, получивший в наследство от СССР противочумную сеть объектов, состоящую из шести научных институтов, 29 региональных и 53 полевых биостанций отдал США 124 образца 62 уникальных видов возбудителей чумы, сибирской язвы, холеры и других опасных болезней. Эти уникальные образцы были перевезены в Институт патологии Вооруженных сил США. То есть, если обратиться назад в историю, то сибирские язвы, возбудители чумы, холеры и других опасных болезней создавались в Советском Союзе. И, естественно, друзья, когда это создается в лабораториях, то окрестности обязательно будут страдать. Не просто случайно один-два человека заболели и умерли. Нет. Обычно любое биологическое оружие испытывается на близлежащем населении. В Армении, граничащей с Ираном и имеющей многочисленный пассажиропоток с Россией, в 2016-2017 годах была запущена биосеть с центрами в Ереване, Гюмри и Джеване, и трех областях – Ларийской, Гегакурникской и Сюникской. Страна-член ОДКБ якобы убеждена, что ни о каком биологическом оружии не может быть и речи. Цели, объявленные для людей, Министерством обороны США, Министерством обороны Армении, говорят о том, что у них благие намерения – это уменьшение биологических угроз, мониторинги, научные исследования и прочее. Лапша на уши людям, которые живут в этих странах. Если мы обернемся к Узбекистану, там первая американская лаборатория такая открылась еще в 2007 году в Ташкенте. В 2011 году добавились еще две – Адижан и Фергана. В 2016 – в Ургенче. Хорезмская региональная диагностическая лаборатория. Все они были созданы на деньги агентства по сокращению военной угрозы ДТРА. А это подразделение все так же относится к Пентагону. Деятельность благотворителя проявилась уже в 2011 году, когда в Ташкентской области вдруг вспыхнуло неизвестное заболевание, очень схожее с холерой. В 2012 году Узбекистан получил новую болезнь, унесшую жизни более 10 человек. Тогда старшая дочь бывшего узбекского президента Гульнара Каримова ругала своих медицинских чиновников за то, что они почему-то не занимались выяснением причин гибели людей от неизвестного вируса. Весной 2017 года в Ташкенте началась эпидемия ветряной оспы. По-узбексски это звучит СУФЧИЧАК. Но в больницах врачи почему-то указывали другой диагноз – аллергический дерматит. Реальной статистики инфекционных заболеваний в Узбекистане не существует. Все вспышки опасных заболеваний неизвестного происхождения записываются как единичные случаи. Я думаю, их не просто десятки, я думаю, что их сотни таких людей, которые болеют. Но всегда это как единичный случай. То есть они не фиксируются. А если фиксируются, то под видом дерматита или еще каких-то аллергий. А в результате узбеки заражаются неизвестными патогенами, которые затем узбекские, таджикские гастарбайтеры привозят в Россию. Проживают же они в ней, в России. Они там работают. И в результате, друзья, получается гастарбайтеры – это и есть то самое биологическое оружие замедленного действия. То есть контакт, человеческий контакт приводит к тому, что является биологическим распространением в натуральных условиях. Субтитры создавал DimaTorzok